Кузнецкий мост 20 Правильно представлено все А сейчас мы идем в магазин, куда нам советовали зайти все московские модники Кузнецкий мост 20 Владелица магазина Кузнецкий мост 20 Ольга Карпуть настоящая московская итгел Говоря русским языком, очень продвинутая и модная девушка Сегодня мы расспросим у Ольги о приоритетах московских модников и узнаем у нее, как ей удается привлекать внимание к своему магазину всей модной Москвы Подскажите, как вам удалось в Москве, в очень большом городе, где очень много брендов и много магазинов, сделать действительно тот магазин, который привлекает внимание всех? Очень важно привозить бренды, которые имеют свою изюминку Поэтому, в принципе, подбирались марки, чтобы людям было интересно, чтобы это была не какая-то там закрытая концептуальная история, чтобы это все можно было носить А за какими вещами стоит идти, например, в Кузнецкий мост 20? Ну, лично я бы пошла туда за вещами Хусейн Чилаянка Я бы, наверное, пошла туда с довольно модными платьями Марк Фаст и за обувью использованной линией Живанши Самая модная, я думала, что это там Я думаю, молодежь в основном ходит туда как в музей, посмотреть, поинспирироваться А за одежды каких дизайнеров или марок ты туда пойдешь? За Шиш Где вы ищете новые марки? И как? В основном на выставках, в блогах, в журналах Нам тоже много говорили о том, что в Москве уже присытились Вот ты на шопинг ходить и открывать для тебя что-то новое Вы с этим согласны или нет? Есть такое немножко, да А с чем это связано? Я думаю, с ценами, немножко это зависит от байеров, какие вещи привозят из коллекции Потому что тот же Ланвен, который в Париже, он немножко другой в Москве Сходите в ЦУМ Там не отличишь маржал от гальяна В общем, какие-то базовые вещи Я делаю акцент на том, что вот на ключевые вещи, которые выражают идею дизайнера на сезон А вот какие вещи у вас никогда не доживает до скидок? В магазине? Да Ну, это абсолютно точно, можно сказать, резиновые спаги Хантер Очки и... что еще? Лаки для ногтей Любой такого, что, знаете, все увлекаются одной маркой, а потом время проходит, там год-два и все, люди перестают покупать Это точно бывает Поэтому нужно выбирать правильные вечные вещи Так, ну что ж, русские дизайнеры Расскажите нам о них Это наша Нина Донис Остатки их коллекции Красивое платье и такой спорт Туристический спорт Да, интересно А вот какие люди обычно покупают русских дизайнеров? То есть они особо продвинутые или это... Даже очень разные люди, там просто люди, которые не знают, даже кто такие Ниндонисы Им просто нравится качество и приятный цвет И они покупают даже эти костюмы, чтобы ходить парой Вот, есть люди довольно там светские, которые знают, кто это и просто... И они уже приходят специально, да, за этими вещами? Да Так, у нас здесь новые коллекции уже кристаллы Да, это Ашиш Ашиш, Акне Вот все, кстати, говорят, что Акне просто невероятно популярная марка Сейчас у продвинутой московской молодежи Подтвердите это? Ну да, она довольно простая, думаю, в плане... Она популярна из-за цены А может быть покажете те вещи в Акне, которые вам лично нравятся? Мое любимое платье, это вот оно, на манекене Платье художника Почему платье художника? Ну, такое очень романтическое Романтическое платье, ну, достаточно яркие футболки В принципе, такая база, которая важна для любого комплекта Да, это такие застиранные толстовки А вот сейчас, наверное, пользуются этой популярностью Когда состаренная, застиранная, да? Такой эффект поношенности Эффект еще с историей А скажите, а есть вот что-то такое в Москве у продвинутых модников, что считается мавитоном в одежде? Вот как нельзя одеваться? Я думаю, что сейчас нет такого А даже вот когда... Прословутый хипстер сочетает все Вот он, бестселлер Вот он, бестселлер Довольно легкий и очень прозрачный А, про идею, да, что можно проехать на машине И они остаются гибкими, эластичными и не теряют своей формы и жесткости Это коллаборация Это Евген Вест и бренда Мелисса Вот они посотрудничают, взяли такие веселые сапоги и людьми туфли Это календарь, который можно отрывать по предшествии месяца и потом стирать и использовать как салфетку То есть он становится мягким, то есть у тебя будет 12 салфеток А вы, кстати, часто себе оставляете какие-то вещи из магазина? Да, добавлю Ну, как бы все вещи, которые я заказываю в магазине, я их все люблю, все хочу Ну, какие-то особенные вещи ношу Вкус москвичей, как и вкус, в принципе, людей во всем мире Формируют какие-то настоящие вещи Там настоящая кухня, настоящая картина, настоящее кино Все остальное формируют без вкуса, я думаю Своим магазином формируете вкус? Нет, я на это не претендую